Постарайтесь поближе подойти, тут ветер не дает, он даже не слышит. Подойдите, а во сколько занятия? 12 часов. Так, ну малейка, поскорее подходите, мы же ждем вас. Посмотрите, я сейчас вам задам вопросы некоторые, а вы их обдумайте. Вы считаете его, Иоанна Златоуста, святым или нет? Первый вопрос. Теперь, в житиях святых, 1173 на 12 томов у Дмитрия Ростовского. Святые есть и праведные есть, но святой и праведный нету. Сегодня только на Яне-Кронштадтском. И все повторяют, святой и праведный. Что это такое? Кто-то сказал, с похмелья это, я как понимаю, а другие повторяют, как попки. Святой и праведный, масло масляное. Если он святой, то он и праведный. Повторяю, нигде за 20 столетий ни одного не назвали так. Первый вопрос. Второе. Вы верите о том, что Ян Златоуст хотел, чтобы его проповедью люди разносили дальше? Он прямо говорит, придешь, когда в богослужение, не торопись за стол сесть. Покажи служанкам, жене, что она другим понесет. Его слово живое, что я один ничего не успею, если вы не понесете мое слово, говорит он. Притом неоднократно. Что мы видим сегодня? Златоуста вообще не знают люди. А если считают, мы когда-то записывали, сейчас не записываем, запретили. Мы говорим, так сказал Ян Златоуст, так говорит, говорит как будто сегодня. И мы это несем. И когда запрет этот, он что, по Яну Златоусту или мы враги ему? Ну на каком основании его слово нельзя нести? Записать нельзя. Я записывал, ну вы маленько так глядите, что у нас делается. Ведь вы то, что были здесь, 90% не понимаете, о чем считалось богослужение-то. Славянский язык никто не изучает, церковно-славянский. Брат Андрей, согласен с этим? Я любого спрошу. Самые простые слова, которые здесь. Выну, что такое? Выну, вот я руку сунул, платочек вынул. Мы неоднократно слышали, что такое вынул? Ну один кто, подними руку. Это означает всегда. Слово всегда. Понимаете, как вот? И вот сегодня мы сейчас уходим. Слово Яна Златоуста заглушили. Считается без выражения. Ну не так же он говорил, как мы сегодня слышим. Мне неудобно говорить. Я не только говорю про это. А это везде такое дело сегодня идет. Заглушить, не дать слова. Вы помните, у нас был здесь митрополит Сергий. Ну и Яна Златоуста считал. А считал кто? Игорь Глушков читал. В это время вышел у нас священник и говорит, ну ты маленько, как я делаю, сокращай, ты тоже там обрежь. Я за столом сказал. Говорит Владыка, Сергий, никто языком не пошевелит. Считает Златоуста, ну маленько обрежь его. Маленько, гляньте, перед небом-то кто мы? Мы лжецы-обманщики. Пустоголовые. Да мы бы как все восстали как-то. Архиерей смертный, он не настаивает на том, чтобы его слушали два часа. Он службу ведет. Я это за столом, когда сидели, сказал, архиерей завулыбался, как будто нам дела никакого нет, как попки какие. Ты видишь, Слово Божие заглушено. Я говорю проповедь, когда батюшки нет. Это же не случайно. Мне никто не запрещал, ничего. Но я вижу нерасположенность. Сразу это мне не надо. О чем я говорю? Дома, когда молитесь, молитесь конкретно. Слово Божие должно звучать. На память вам сегодня. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28-30 стих. Повторите. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28-30 стих. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мою на себя, ибо иго моё благо, бремя моё лёгкое, и найдёте покой душам вашим. Бремя лёгкое от Христа. Он не ускоряется на Голгофу, а говорит, бремя моё лёгкое. Найдите толкование, что означает на сегодняшний день бремя лёгкое. Ты моё бремя не понесёшь, я твоё не понесу. Ну представь сегодня, тебе всё отдали, что наш брат Игорь делает. И надо ему и гараж, и здесь, и там, и машины. Возьми его, игорь, на себя. Посмотри, что делает другой человек. Понесёшь это, игорь? А это иго Христа. И вы же знаете, что эти слова написаны, я считаю. Почему ни разу, нигде не обращаетесь? Пришли, подремали и пошли. И ныне лукавят. Только приходят, стула коснулся, вижу, уже спит. То солнце мешает, то лампочка. Ни солнца, ни лампочки нет. У нас спит так же, как дома. Перед Богом предстанем. Что мы получим? Апостол Павел говорит, многие бегут на ресталище, на стадионе, ресталище. Но один получает награду. И так что? Сидите, дремите? Нет. Бегите, чтобы получить. Один. Соревнование. А соревнование очень простое. Сказали бежать, а ты пришёл последний. А смотрят, а кому ты нужен последний-то? Отвезти и тут же расстреливать сразу. Зачем? Он не может норму выполнить. Кормить его? Это уже проходила история мировая. Проходила и в Германии, и в советском ГУЛАГе. Если бежать, значит, я пришёл с намерением быть со Христом всегда. Не только ради Царства Божия. Это мы, прийди в Царствие Твое. Зачем нам Царство Христово, если его там не будет? Если мы его не научились любить, там не научишься. Мы идём туда и такие остаёмся. Это сегодня только говорят. Давайте такого-то вроде из-за да вытащим. У католиков понятно это. Сегодня выставили один ролик в интернете. Я про него и забыл. Почему католики бреют бороды? А от них отошли старокатолики, они все с бородами. Почему бороды бреют? Я прочитал, когда был на Севере, там, в Прибалтике, у старообрядцев, беспоповцев. В книге написано. Потому что женщина любого может проглотить и сожрать. Если она настоящая такая, по-женски, она любого свернёт. И семью бросит, и детей. А папа имеет с ней дело. Она говорит, ты считаешь, что в Новом Завете мы ангелами названы, да? Ангела с бородами видел на картинке? Нет. Сберей бороду. А как это сделать? Она научила как? У тебя слух много. Приучи, чтобы белый голубь, белый голубь, он к тебе слетал сверху в храме. И в ухо что-то сказал. А ты скажи, вы не понимаете голубины? Я понимаю. И показано, я сижу, стою, и в это время голубь подлетает. И у меня в ухо, а что я вот семечки там, по четыре семечки ложил. Это сегодня ролик поставили. Это мой ролик. И всё. И папа так и сказал. Мне ангел сказал, видите, вон, дух-то святой в виде голубя. И сказал. Я говорю, а теперь спрашиваю, что он сказал? А мне мой голубь сказал, лопоухие, стоите, ничего не понимаете, уши развесили. Я говорить не могу, и ничего вам не передам. Меня сохранять надо. Вот я могу скинуть ролик, вы это посмотрите. Так. И тогда в конце пишет папа, когда сбрил, мужчина-борода здесь. Но голосы растут не только здесь. И написано. И променял папа мужскую красоту на женскую подпупную. Всё понятно? Вот и всё. Поэтому у нас многое идёт совсем не так в жизни нашей. Возьмите его на себя. Это обращение ко всем. Кто-то будет против, не согласен, я должен сказать. Придёте сегодня, придите, принесите там альбом или что-то, где писать будете. Задайте вопросы, пока есть возможность. Десятый, вот оно рядом. Три месяца прошло, 10 октября мы выезжать должны. Приезжает архиерея, если приедет, не один, а двое. Местный Антоник, вроде бы так звать, и наш Сергий. Вопросы задавайте, пока есть. На меня выше, вчера там раскопали, форум. Лавиной идут вопросы. Притом я скажу заранее, что наши священники не ответят. А когда знаешь Писание, ответ дам, всё. Вот у нас были тут священники недавно. Священник, да? Он такой хороший. Вот он в головку поцелует. И что? Да я Бога не знал, а я пришла через него. Чего ты узнала-то здесь? Скажи, как жила ты со вторым венчанным мужем, так и живёшь? Познакомишься с этим человеком, ты знаешь, куда деть каждую копейку. Ничего не знают. Но главное, чтобы не тронуть. Апостол Павел говорит, обличай, увещевай. И дальше перечисляет. Где это обличение? А он ещё не сказал. Все довольные, батюшка хороший. Его провозгласили пророком, теперь он говорит, власить. За ним следом пришёл в Тобольске наш отец Тааким. Люди, хататай, суть, верните власия. Он Слово Божие совершенно не знал. Нас Бог будет судить по Слову Своему, а не потому, что я скажу или другой. Если говорю по Слову Божию, какая разница? Я только озвучил его, в аудио даю. И как? 11, 12, 28, 48. И Евангелие от Иоанна прямо говорит, Слово, которое я говорил, оно, оно, Слово, будет судить вас в последний день. Аминь. Чтобы мы не были опоздавшими. Смотрите, несите Слово Божие, отвоюте златоуста. Я больше подходить не могу, уже один раз сказали, я отошёл. Аминь. Конечно,